Новозеландский боец Марк Хант поделился мыслями о своих шансах перехода из UFC в бокс. «Я могу провести бой по боксу и по кикбоксингу. Где будут деньги, туда я пойду», – заявил Марк Хант. Напомню вам, что ранее Хант выступал по правилам кикбоксинга. Напарник Хабиба Нурмагомедова по залу Луис Пенья готов перейти в полулегкую весовую категорию и провести бой с Артёмом Лобовым, конфликт которого с Хабибом стал главным скандалом ММА в 2018 году. «Такой бой имеет смысл», – заявил Пенья. «Мы оба проиграли в последних боях. Я побил его напарника в своем дебютном поединке в UFC. Есть и вся история противостояния между наших залов из-за Хабиба и Конора Макгрегора. Мне кажется, что в этом поединке есть смысл и с точки зрения карьеры, и с точки зрения разговоров фанатов. Поэтому я думаю, что об этом поединке будут многие говорить. Как вы оцениваете шансы Луиса Пенью в противостоянии с Артёмом Лобовым? Напишите свое мнение в комментариях. Дэмьян Майя встретится с Лайманом Гудом 2 февраля на шоу UFC в Бразилии. Также на этом турнире россиянин Дмитрий Сосновский проведет бой против джуниора Алибини. Напомню, что Сосновский ведет успешную серию из 11 поединков. За его спиной победы над Александром Емельяненко и Мухаммадом Вахаевым. А также успешный дебют в UFC. Сосновский довольно мощный тяжеловес, с отличными навыками в партере и нокаутирующим ударом. Единственное, что не позволяет бойцу из России пробиться в топ лучших, это травмы, которые не дают ему выступать так часто, как он бы хотел. А бразилиц Алибини однажды уступил тренеру Сосновского Алексею Олейнику. И третий бой подряд уже проведет против русскоговорящего спортсмена. Сначала против Андрея Орловского, потом Алексей Олейник и сейчас уже Дмитрий Сосновский. Дмитрий Сосновский. Дмитрий Сосновский. Дмитрий Сосновский.